Генеральный спонсор канала интернет-магазин Планета Страйкбола. Доброго времени суток, подписчики и зрители канала. Меня зовут Андрей Поэт и это вторая серия 13 сезона Сталкер Страйка на моем канале. Вы, наверное, заметили, что я сегодня в комбинезоне Свободы. Так вот, я наконец доделал дизайн, Саня получил ткань и пошил комбинезоны на Свободу, Долг и Монолит. Сейчас поправим универсальные жилеты, пояса для группировок, я все это получу и выйдет полноценный обзор, как на Зарю 1. Пока лишь скажу, что сами комбинезоны уже можно приобрести и использовать пока со своим снаряжением, как я сейчас, например, просто одел поверх РПС. В основе комбеза все та же Заря 1 со всеми удобствами, также ждется по индивидуальным меркам. Для заказа пишите мне ВКонтакте или на почту, ссылки будут в описании. На данный момент комбинезон стоит 5500 рублей, а мы переходим к серии. Следующий день начал все так же с лагеря вольных, прям дежавю какое-то. Там же на месте я встретил бармена из Старинген, который прибыл в лагерь по каким-то своим делам. Костюмчик хороший, знаю по ней дороги, знаю по ней, но немножко знаю. Есть еще интересное по себе? По себе нет, полностью пустой, даже без оружия. Видел, может быть, еще. Видел, видел аномалии одну. Видел, где бандиты засуются. О, уже интересно. Показать? Покажи. А что там, дела есть какие в баре? Да есть, у нас работы очень много дойдет, сейчас могу. В принципе, мне люди опытные нужны. Ну давай, а я приду в бар, если что, живу останусь. Так, сейчас дай 2 минуты, перетру с локом. Давай. Делись в комиссии, пока лучше отойти, наверное. Да, да. Нам нужно найти группу клерика. Группа клерика? Да. Как выглядят-то такие, что делают, где были замечены в последний раз? Они, короче, шестянку в бенезонах. Угу. Опытные, матерые, столкерня. В каких костюмах, как выглядят? В Заре ходят. В Заре? Да. Минимум четверо в группе. А клерик их главный, так понимаю? Клерик, да, веду. На тебе авансы. Делаешь дело, больше, больше, больше. Нам главное клериками идти. Мы сейчас переговоры небольшие на встречу. Все пойдет путем, вернемся на бар. То есть искать уже не здесь, а на баре? Да. Ну, короче, видишь, группу большую. Знай клерика, нам она нужен. Большая группа одиночек, это группа клерика. Все в Заре. Все в Заре. Матерые. Ну, и что им передать, чтобы они на бар топали, короче? Да, да, чтобы они топали на бар, а мы там будем ждать. Ну, а сам что найдешь, веселый, ищи все, посмотрим. Хорошо, принял. Все, удачи. Бармен дал мне задание, а также аванс, после чего я решил все же дойти и посмотреть, что находится там, куда я вчера не дошел. Адиация. Здесь 22 слабенькая. Лучше тут не задерживаться. Я без оружия, пистолет сломан, ножа нет. Можно? Конечно. Перегди. А. Ниже, ниже, ниже. Все. Подожди. Я к вам по делу, по-небольшому. Целенаправленно, так сказать. Приветствую, бравый долг. Давай, давай. Если ты сюда придешь, тем более с артефактами, вообще ни хрена тебе не будет. Понял? Да ладно вам, чего вам, господи, бог-то. А это же этот, как его? Волшебник, нет. Поэт. Что это за тип был и почему хотел меня вольнуть, я не знал. По логике вещей, в этой части зоны я еще не успел кому бы то ни было перейти дорогу. Странно все это. Бинт отдаст никто, мужики. Нога. Бинты на столе. Поэтом звать. Спасибо еще раз за лечение. Я к вам, собственно, целенаправленно шел. Думал, может быть, стволом получится разжиться. Но и по зоне пока ходил, кое-что интересное видел. Рисунки. А рисунки чего? Картики. Вообще любые. Дали. Дали. У вас есть? Есть. Не знаю, но поспрашиваю. Если что, направлю к вам или сам приду. И почем? Смотрю кому. А, понятненько. Ну ладно, если кого-то будет интересовать, либо приведу, либо направлю. Стволом-то реально разжиться? У меня денежка имеется. Стволом реально. Это хорошо. Чего хочешь? Пистолет. Пистолет? Да. Патронов немножечко. Хотя бы штучек 5-6. Пищевые, по-моему, у меня есть. Больше нету. Патроны на пистолет. Австрийский. Даже скажу больше. 2 500 у меня есть. Я думал, потянет на пистолет? Патянет. Отлично. Держи. 6 патронов. 6 патронов. Ага. Столим воликом передать, что долго можно оружие. За 2 500, да? Пистолету надо. Хорошо. Скорбинку. Спасибо большое. Все, пошел я. Давайте, удачи в зоне. Ну, куда, если не секрет, можно с вами напроситься или провести? Ну, пока здесь, на базе. Ага. Понятно. Так. За приказы мы их выполняем. Ну, в принципе, действия понятно. Ладно, удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. Так. 5 патронов. Отлично. Хоть что-то. За ванс, полученный от бармена, я купил у Долга пяток патронов, пистолет, ну и подлечили они меня. В сущности, неплохие ребята этот долг, и я им благодарен, но это не значит, что при встрече с отрядом свободы я не попытаюсь извлечь выгоду из своих знаний. Это нормально. Приветствую брак бойцов свободы. Добро пожаловать. Ну, камрад, здравствуй. Присядь на голову. Здесь? Ну да. Мы? Сам бы на самом деле хотел знать, скорее всего мы либо здесь. Не, мы на перекрестках шли. И почему же брали правее? Вот это подозрение есть. Нет, значит вы, скорее всего, либо здесь, либо здесь. Много оружия разных, абсолютно. Поставки со всего мира. Патронов пять штук в магазине. Нет, мы сейчас. Патроны интересуют. Информация интересует. Документы, бумаги. Информация есть, кстати, по вашим заклятым врагам. Сбывай начальнику. Начальнику, да? Ага. А цены информации? Ну, я знаю, что долг ищет, скажем так, конкретно. Если бы ты сказал, что у тебя есть то, что он ищет. А, ну это уже вообще, это уже сделать вашу работу за вас. Ну, если я такую работу сделаю, я, может быть, тогда и принесу. Я понял, где вы находитесь, короче. Ждем гостя, реально. Ну, ладенько, зайдем, зайдем обязательно. Я просто сам вас искал, ну как бы. Слушай, а ты вообще в предложении кого знаешь? НИИ-то был? НИИ не знаю, где. Знаю, где долг, знаю, где бандиты, знаю, где бар, знаю, где лагерь вольников, знаю, где, предположительно, какие-то темные личности обитают. Недалеко от долга. Ну, это все, да, это все. Вот, все, они. Ну, там с вами любовь отглянили. Ну, да, есть такое, ладенько. Буду знать, куда прийти. А то мне и в голову не пришло, что вы там обитаете. Успехов. А, успехов. Ага. Здорово, братве, от Робокопа. Иди, иди. Пусти его. Тебя подождать? Принес. Пересяд. Пусти его пока, только малын снимите. Малын внутри положишь. Окей, не вопрос. У бандитов были еще три свободовца. Другие, не те, которых я видел чуть ранее на дороге. И, судя по всему, у них какие-то совместные мутки. Ну, что расскажешь, Андрей? Ну, что, пахан? Так, информацию приволок чисто походя. Думаю, важно, не важно, не знаю, подогреешь, чем не подогреешь. Подогреешь, хорошо, не подогреешь. Тоже не в обиде. Ну, давай. Короче, был у красноперых. Знаю, чем они интересуются. У которых? У которых долгари. Так, да, может, тут восьмерку положили. Ну, а что интересуются? Они интересуются, во-первых, антеннами монолита, которые якобы раскиданы по всей зоне. Металлические конструкции, собранные там туда-сюда. Очень интересует информацию по их нахождению. Не знаю, что они с ними собираются делать. Их интересуют цветки. Некие цветки-зоны, они там бывают разные. Но, в общем, если попадутся, это понятно, будет, что это цветки. Не знаю, откуда у них картины, но картинами они блорежат. У нас нет, ебда, картин, у мусоров есть. На х** там в зоне картины. Ну, чё, на неё х**, да б**, да белого масла, б**. П**ц, они. Ну, нормально, а чё, где ещё был чё слышал? Чё, никого с собой не привёл на пылесосе? Эээ, никого не попадается. Да я и всё тропами такими хожу, больно, зона пустая. Скажи, где вольнички ходят? Нормально? Вольнички все тусуются, в основном, в лагере вольных. Много артефактов на пылесосе? Или еб**? Я не знаю, короче, я ни одного не нашёл, хотя ходил такими тропами, короче, и выискивал, ни х**а не попадается. Единственное, знаю, что ещё ищут бармен с волком сам лично, заходили в лагерь вольников. Это было, ну, час назад, да. И искали группу, ищут очень группу, б**, опять забыл, сука, эти имена. Ладно, хоть своё, хоть своё пока помню. Момент. Группу Клерика. Слышали про такого? Слышал, да, а чё он ищет? А вот хрен его знает, чё он ищет. Дал мне аванс, типа, чтобы я так поработал, поузнавал, поспрашивал. Сколько? Дал 2 500, но я на них у долгарей купил пистолет, потому что не было ничего. За 2 500? Да. Я бы тебе с полтора отдал, братан. Б**, ну я, леса бы я знал, ё-моё, лоханулся. Ну, б**. А чё, больше не надо? А может, и аптечек продать? Да денег нет, говорю, отдал, последние 5 патронов взял. Но буду знать. Вообще, если что, пистолет полтора? Ну, это тебе. А, это мне, я понял. А так вообще вольникам? Это раз на дороге. Ну, а так вольников мы лучше сейчас будем. От вольника зависит. Ладно. Обещаешь мне воль... Ты знаешь, чтобы вольников погонял Фауст? Фауст? Нет, не слышал. А Кобру? Нет. Я же говорю, вольников вообще не видел. Ни с одним не общался. Понял. Поищи вольников, Фаусту и Кобру. Фаусту и Кобру. И мне какого-нибудь приведи. Слушай, ну чё ты, бля, работай как му**. Ты увидишь, короче, какого-то лоха с артефактом. Му** мне его сам. И нам тащи, ничего базаря. Ну да, так проще будет на самом деле. Как и не спросить, ну Фаусту. Если Фаусту, лучше живым, да? Если не охота руки замарать, ну приводи, мы там все сделаем. Вот это будет, наверное, даже получше. Зумай сам. Всё. Хорошо. Вы правы, что ли, походу? Ну да. Да, окей, я приходу. Я на выход. Закрывайтесь. Удачи. Пахан пошел по своим делам. А куда направился я, вы узнаете уже из следующей серии. На сегодня это всё. С вами был Андрей Поэт. Пока.